Кристофер Рафти 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 отправилась к отдельному блоку ящиков. Часть из них уже была открыта. Из замков торчали такие же ключи. Владельцы уже забрали свои посылки. Сопоставив номер на бирке с номером ячейки, она открыла дверцу. Внутри нее ее ждала маленькая коричневая коробочка с прорезью наверху. Наконец-то! Мередит оставила ключ в замке и осторожно вытащила коробочку. Она была тяжелее ожидаемого, но все же оказалась достаточно легкой. Ей нужно было как можно скорее добраться до дома и открыть посылку. Мередит вышла на улицу, снаружи было ощутимо прохладнее, чем внутри. Пока она спускалась по пандусу, ветер дул ей в спину и холодил ноги. Старый автомобиль стоял на том же месте. Решетка радиатора больше напоминала пасть какого-то древнего металлического чудовища. Оно будто улыбалась в предвкушении возвращения Мередит. Она почувствовала, что ее хорошее настроение улетучивалось по мере приближения к машине. Рука высунулась наружу, ладонь была раскрыта, будто ждала, что в нее вложат что-то крупное. Мередит повесила ключ на его палец. В ящике было пусто, сегодня никаких отправлений. — Пусто? — раздался хриплый голос. — Но я ждал посылку. — Мне очень жаль. Хорошей вам ночи! — Мередит начала поворачиваться. — Я ждал посылку. Его рука сжалась в кулак. Указательный палец указывал на коробку Мередит. — Вот такого размера. Она опустила глаза на свою ношу. — Такого? — Нет, это мое. Извините. — Это не моя посылка. Я ждал ее. — Нет, это моя посылка. — Мередит, — медленно повторила Мередит, будто разговаривала с ребенком. — Тогда дай мне на нее посмотреть. Он закашлялся. — Докажи, что не воровка. — Я не воровка! Она сделала шаг вперед. — Уж не из Австралии ли вы ожидали посылочку, а? Она показала ему стикер на коробке, закрывая пальцем свое имя и номер отправления. — Видите? Австралия. Не ваше. Его руками тнулась к коробке в попытке выхватить ее. Но Мередит увернулась. — Хватит, — сказала она. — Если вы ждали посылку, это не значит, что я отдам вам свою. — Это мое. — Ты не можешь забрать мою посылку. — Я не намерена с вами спорить. Мередит отвернулась и пошла к своей машине. — А я намерен получить мою посылку. — Да на здоровье. Осталось дождаться доброго человека, который проверит ваш ящик завтра. Уверена, что-нибудь и придет. — И не за что меня благодарить, кстати. Мередит села в свою машину и заблокировала двери. Щелкнули замки. Руки дрожали так, что она не сразу попала ключом в зажигание. Ей нужно было успокоиться, но она понимала, что сейчас не время, пока этот хриплый выродок рядом. Мередит взглянула в его сторону. Проверить, что он делает. Но тот даже не шевелился. В салоне по-прежнему было темно, фары выключены, он не выходил из машины, не орал ей вслед, даже не завел машину. И Мередит не собиралась дожидаться, когда он сделает что-то из перечисленного. Она завелась и сдала назад, напрочь забыв о ремне безопасности. Она осторожно ехала мимо старого Ниссана, ожидая, что он в любой момент сдвинется с места и протаранит ее. Он этого не сделал. По дороге Мередит то и дело поглядывала в зеркало, чтобы убедиться, что ее никто не преследует. Когда она вывернула на стоянку, здание почты скрылось из виду. Всего через несколько минут она уже ехала по дороге, ведущей к дому. Хвоста по-прежнему не было. «Козлина! Вот ты делай после этого добро людям! Это я-то воровка?» Сама ситуация никак не укладывалась у нее в голове. Конечно, она могла понять разочарование из-за того, что долгожданная посылка никак не приходит. Но заявлять, что она взяла чужое, это уже за гранью. Она снова прокрутила случившееся в голове. Когда он обвинил ее, она начала агрессивно защищаться. «Ну что с того? Он заслужил!» Мередит свернула на дорожку перед своим домом на две комнаты. В ее голове крутились слова, сказанные когда-то ее матерью. «Тот, кто виноват, всегда злится». И Мередит явно была в бешенстве. Неудивительно, что он обвинил ее. Стоило просто показать ему, что на посылке указано ее имя. Тогда бы ему было нечего ей предъявить. Ну и к черту. Поздно уже. К счастью, больше она никогда его не увидит. Она забирала свою почту из офиса вот уже год. И сегодня встретила его впервые. В какой-то момент из ее придомового почтового ящика стали пропадать посылки. Так что ей пришлось забронировать ячейку в офисе. Уж я-то знаю, что такое, когда у тебя воруют посылки. Что понимает этот мудила? Мередит даже вспотела от злости. Она выбралась из машины, перекинула сумку через плечо, сгребла посылку с письмами и пошла в сторону крыльца. Дешевые фонари едва освещали бетонную дорожку. Поднявшись по ступенькам, она зазвенела ключами. С другой стороны двери заскребся и нетерпеливо замяукал Спринклс. Хотя у него был лоток в доме, гадить он предпочитал во дворе. Мередит не было дома вот уже шесть часов, и коту не терпелось совершить променад. «Подтерпи», — сказала Мередит, вставляя ключ в замок. Спринклс замяукал еще громче и настойчивее. Его когти яростно скребли дверь. Мередит отодвинула засов и распахнула дверь. Между ее ног проскочило бело-коричневое пятно. Она почувствовала прикосновение шерстинок. Кот остановился, чтобы потеряться о мебель на крыльце, а затем спрыгнул в траву. Мередит видела, как он метнулся к дальнему краю двора и скрылся за простынями, висящими на бельевой веревке. Блядь! Она забыла занести белье в дом. Днем было довольно жарко, и она хотела высушить постиранное на солнце, чтобы хоть немного сэкономить. К тому же после сушки на свежем воздухе белье изумительно пахло. Но она напрочь об этом забыла. Наверное, теперь все мокрое из-за росы. Все-таки придется сунуть вещи в сушилку. Сердито качая головой, Мередит вошла в дом и прикрыла ее толчком бедра. Не оглядываясь, заперла дверь на ключ. Первым делом включила свет, потом положила свои пожитки на кофейный столик в гостиной и удостоверилась, что коробочка лежит в центре и точно не упадет. Затем заглянула в закуток прачечной, где прихватила бельевую корзинку и подошла к задней двери. Она прошла мимо столика с посылкой. Радость от ее получения была изрядно подпорчена происшествием с тем старикашкой. Ей так хотелось поскорее забрать коробку, принести ее домой и освободить ее содержимое. Она видела много фотографий в сети, но ведь это не то же самое, что увидеть вживую. Потерпи еще чуть-чуть, когда вернется нужный настрой. Сперва нужно было собрать белье. Его было не так много, но выходить на улицу и освобождать веревки было поднадоевшей рутиной. Однако, если она оставит вещи на ночь, потом придется перестирывать, пересушивать и все равно снимать. Лучше сделать это сразу и забыть, а потом открыть посылку. Тогда ничто не помешает ей насладиться процессом. Мэрдит со стоном подошла к двери, держа в руках корзинку. Открыв дверь, она вдруг осознала, что забыла включить наружный свет. Хотя луная освещала дворик, было все же темновато. Когда она повернулась к выключателю, по дороге перед домом пробежала дорожка света. Она услышала громкий рев мотора. Мэрдит охнула, попятилась и захлопнула дверь. Потянувшись к клавишам на стене, она выключила свет в доме. Темнота опустилась мягким одеялом, но между пластинок жалюзи просачивался свет с улицы. От трахтения мотора подрагивал пол. Мэрдит отбросила корзину и раздвинула пару ламелей, чтобы видеть происходящее снаружи. Она увидела свет от единственной фары, прорезавшей темноту над лужайкой перед ее домом. Вторая фара была темной и напоминала пустую глазницу. Она узнала этот продолговатый седан, припаркованный рядом с ее машиной. Она уже видела его у почты. Дым из выхлопной трубы стелился туманом, окутывал автомобиль и расползался по лужайке. Послышался громкий стон. За ним последовало скрипение. Дверца водителя начала открываться. «Твою ж мать!» Она понимала, что не должна стоять столбом. Вместо этого ей следовало давно метнуться к телефону и заявить в полицию о нарушителе. Она и сама не знала, почему до сих пор этого не сделала. Меньшее, что она могла сделать, это выйти и сказать старому говнюку «проваливать». Но Мередит чувствовала, что полностью утратила контроль над собой. Она продолжала таращиться на машину, почти утонувшую в дыму, мерцающим от света фар. Она уже начала различать очертания сгорбленной фигуры. Над ее головой извивались языки пламени. Мередит поняла, что это свет очерчивает всклокоченные волосы. Старик стоял, оперевшись на свой автомобиль, будто боялся упасть. Мередит услышала тихий ляск. Что-то металлическое упало на гравий. «Я хочу мою посылку!» Мередит пискнула и отскочила. Но пластины жалюзи остались приоткрытыми. Поэтому она по-прежнему могла наблюдать за улицей. «Его голос!» Хотя он был таким же скрипучим, в нем не было прежней слабости. Он звучал громко и раскатисто. «Зачем он это делает? У меня нет его посылки! Ну нету!» Развернувшись на пятках, Мередит встала лицом гостиной. Она чувствовала себя персонажем мультфильма, который молотит ногами по воздуху, но остается на месте. Ей все же удалось добраться до кофейного столика. Хотя она прекрасно ориентировалась в своем доме даже с закрытыми глазами, сейчас она сшибла все на своем пути. Мередит споткнулась о столик, и он проскользил вперед. Удар был таким сильным, будто ей заехали по ноге бейсбольной битой. Мередит вскрикнула и дернулась, снова ударившись коленом о столешницу. Она упала, свесившись над столиком. Тот накренился, и коробочка начала соскальзывать к краю. Мередит удалось схватить ее до падения, внутри что-то глухо стукнуло. — Прости, — простанова Мередит. Ей было больно, но боль не могла ее замедлить. Она перекатилась на спину, распихивая журналы и газеты в разные стороны. Слишком поздно она поняла, что вместе с ними оттолкнула и телефон, но уже не стала его искать. Важнее всего было вернуть коробочку на стол, что она и сделала с величайшей осторожностью, как Индиана Джонс, который хотел подменить бесценный артефакт мешочком с песком. Водрузив коробочку на место, она отклеила стикер с адресом, именем и номером отправления и шумно выдохнула. Теперь источник света находился спереди, поэтому Мередит могла четче видеть, что у нее под ногами. Так что она ни во что не врежется по пути к двери. Сейчас она покажет старику этот стикер и докажет, что ничего у него не крало. Подойдя к двери, она не сомневалась. Повозившись замком, Мередит распахнула дверь, но замедлилась при входе и больно ударила с плечом о косяк. Духота облепляла ее и без того влажную кожу. Привычный сладковатый запах лета полностью исчез из-за отравляющей вони выхлопных газов седана. Мередит почувствовала на языке привкус прогорклого масла. «Мистер!» — начала она. «Посмотрите на это! Это доказывает, что я...» Мередит осеклась, осознав, что старика нигде нет. Машина стояла на том же месте, двигатель гудел, как поезд, готовившийся к отправлению, одинокая фара продолжала гореть, водительская дверь была открыта, а вокруг нее клубился дым. «Эй!» — позвала она. Мередит огляделась по сторонам, но никого не обнаружила. «Он должен быть где-то близко». Она осторожно пошла вперед, готовая к тому, что он появится из ниоткуда в любой момент. Но он не появлялся. Мередит спустилась по ступеням, под ногами зашуршал гравий. «Мистер!» Может, он залез обратно в машину? Мередит медленно подошла к открытой двери машины, ее салон утопал в тени. Она наклонилась и заглянула внутрь. Переднее сидение, протертое, с вылезающей обивкой, пустовало. «Так где он, чтоб его?» Мередит начала было выпрямляться, как вдруг что-то привлекло ее внимание. «Что за херня?» — пробормотала она. На всякий случай обернувшись и не найдя надоедливого старика, Мередит снова приблизилась к машине. Стикер она прилепила к своей руке, а затем сунула голову в открытую дверь. «Поверить не могу, что это делаю!» На секунду ей показалось, что собственная кожа ей слишком мала. Она поставила колено на сиденье. На ощупь материал напоминал кожицу засохшего фрукта. В салоне пахло смесью табачного дыма и подгнившего мяса. Стекла были в потеках грязи, но она почти ничего этого не замечала. Ее взгляд был прикован к заднему сиденью. «Господи!» Сиденья как такового не было. Точнее, его было невозможно различить под грудой почтовых коробок. Перед Мередит возвышались горы коробок всевозможных размеров, пупырчатой пленки и бумажных пакетов. Верхние посылки казались поновее. Они имели более яркий цвет. Те, что лежали снизу, давно выцвели, бумажные наклейки рассыпались или пожелтели. На всех посылках были темные пятна. И все они были адресованы разным людям. Что это? Ближе всех к ней стояла смятая коробка, всем своим видом будто молящая о помощи. Этого не может быть! Мередит схватила ее и прочитала имя и адрес. Ее сомнения расселись. В памяти всплыл тот выпуск новостей о пропавшей девушке. Ее имя прозвучало много раз. И имена совпадали. Это посылка той девушки. А значит, остальные посылки принадлежали другим. Коробка выпала из рук Мередит. Она хотела оказаться как можно дальше от этой машины. Мередит попятилась. Развернувшись, она заметила на приборной панели стойку, подобную тем, что висят в мастерских по изготовлению ключей. На ней висели ключи. Десятки ключей, тускло мерцающих в темноте. И на каждом была выцветшая бумажная бирка. Картина сложилась. И от этого Мередит почувствовала, что теряет последние силы. Отойди от моих посылок! Рык старика ее взбодрил, в чем она действительно сейчас нуждалась. Мередит выскочила из машины и увидела, что старик идет к ней со стороны ее дома. Казалось, что он дошел до входной двери, а теперь возвращался. Его сопровождал виском маленьких ржавых колес. «Ты воровал их посылки?» Дрожащим голосом сказала Мередит. «А те ключи? У тебя есть ящики в каждом почтамте. Вот как ты это делаешь. Ищешь того, кто проверяет твой ящик, и если у них есть посылки, убиваешь их?» «У тебя моя посылка!» – заорал старик. По мере его приближения виск становился громче. Мередит поняла, что он тащит за собой тележку с кислородным баллоном. Из носа старика выходили прозрачные трубки. Толстые очки на переносице отсвечивали, из-за чего казалось, что его глаза тлеют. «Ты забрала мою посылку! Ты такая же, как они! И будешь наказана так же!» Старик бросился на нее. Тележка волочилась за ним, подпрыгивая на каждом шагу. Мередит была удивлена его прыть и едва успела увернуться. Она добежала до нижней ступеньки крыльца и услышала, что он ударился об открытую дверь машины и чертыхнулся. Затем снова бросился за ней. Мередит заорала и бросилась вверх по ступенькам. За спиной отчетливо слышались его шаги. Она бежала к двери, продолжая кричать. Тележка скрипела все громче, прерывистое дыхание старика слышалось прямо над ее ухом. Ей казалось, что она даже колышет ее волосы. Мередит влетела в заднюю дверь и повернулась, чтобы закрыть ее. Преследователь был в паре дюймов от нее. Мередит снова закричала и хлопнула дверью. Не успела она перевести дух, как дверное стекло. Взорвалась от удара металлическим баллоном и обдала ее дождем из осколков. Ее кожа покрылась кровоподтеками. Жалюзи упали ей на голову, подобно гигантской сети, и повалили ее на пол. Мередит лежала на спине, раскинув руки и смотрела на дверной проем. Старик шагнул в зазувренную стеклянную пасть. Она могла слышать, как он вдыхает кислород из баллона. Она попыталась освободиться из плена жалюзи. Но чем больше она барахталась, тем больше застревала. Ей оставалось только лежать на месте. Сил бороться все равно уже не было. «Где моя посылка?» Спросил старик, ковыляя вперед, сопровождаемый скрипом колес. «Кофейный столик», — тихо ответила Мередит. «Премного благодарен». Услышав его взбудораженный вздох, она поняла, что он нашел коробочку. Он снова появился в поле ее зрения. В руках он держал посылку. «Ты поедешь со мной», — сказал он. «Это моя посылка», — слабо возразила Мередит. «Я за нее заплатила!» «Все посылки мои. И ты тоже!» Мередит с трудом сдерживала слезы. Скоро о ней расскажут в новостях. Тот же репортер будничным тоном поведает о ее исчезновении. «Может быть, кто-то увидит связь с пропажей той девушки. Может быть, нет». Она снова посмотрела на старика, но тот уже потерял к ней интерес. Он поднес коробку к глазам и напрягся, будто пытался рассмотреть, что внутри сквозь картонные стенки. «Что это за хрень?» — спросил он. «Не открывай!» «Это моя посылка!» «Тогда ты должен знать, что там!» «Хитрая ты, сучка!» — пробормотал он. Он сильно потряс коробку. Из нее доносились глухие удары. «Прекрати!» Старик засмеялся. «Похоже на ремень». «Не ремень!» «Просто не тряси ее!» Он перестал трясти коробку и принялся отрывать почтовый скотч. Мередит снова попросил его не открывать коробку, но он и ухом не повел. «Что это такое?» спросил он. «Мешочек!» «У тебя там драгоценности!» «Вы, бабы, любите побрякушки!» «Нет!» Сказала она. «Это для...» Он развязал шнурок на горловине мешочка и сунул руку внутрь. Неожиданно черная блестящая лента выскользнула из мешка и метнулась к его горлу. «Старик даже не успел защититься!» «Для моей змеи!» Закончила Мередит. Старик закричал и шагнул на пятно света из окна. Змея висела на его шее, как живой галстук. Она упала на пол, оставив на его коже две быстро набухающие отметины. Старик схватился за горло и упал на колени. Яд подействовал быстрее, чем можно было ожидать. Его лицо резко вспотело, глаза опухли и превратились в две щелочки. Он упал на бок, его крик становился все тише. Мередит, наконец, освободилась и бросилась в спальню. Она щелкнула выключателем, и комната озарилась синеватым светом от ультрафиолетовых ламп. Почувствовав ее присутствие, змеи зашевелились. Они скользили по стеклянным стенкам и покачивались из стороны в сторону. Со всех сторон раздавалось шипение, напоминавшее треск динамиков. Мередит подбежала к столу с инструментами, схватила плотные резиновые перчатки и немедленно их надела, а затем так же быстро вернулась в гостиную. Старик почти дополз до дверного проема, где и замер. Невероятно, но, кажется, он был еще жив. Она осторожно подошла к змее, беснующейся возле тела незваного гостя. «Тише, тише, дружочек», пропела она сладким голосом. Змея напряглась и свернулась в клубок, будто вот-вот нападет. Мередит аккуратно подняла ее с пола. Змея не кусалась, как и другие ее малыши. Но перчатки все же были не лишними. Малыш был взбешен бесцеремонной тряской своего временного места обитания. «Б – лу – лу – лу – лу – лу – лу – лу. И – мне…» простонал старик. «Это как интересно, – ответил Мередит, – вызвать полицию, чтобы они приехали и увидели, что ты натворил? Хреннушки! Они точно заметят укусы на твоей шее и найдут моих малышей. Они здесь незаконно, знаешь ли. В США запрещено ими владеть. Так что мне пришлось заказывать этого лапочку из Австралии». Она поднесла змейку к губам и поцеловала в голову. Змеёныш не вырывался. — Умоляю, — захрепел старик. — Завали! Не буду звать на помощь. Я же просил не открывать коробку, так что сам виноват. Этот кроха может убить сотню здоровых мужиков всего за один укус. Разве не изумительно? Он ещё маленький, поэтому яд у него чистый и самый смертоносный. Крупный здоровый мужчина умирает где-то через полчаса, а ты готова поспорить, что сдохнешь через десять минут. Старик издал протяжный стон и умолк. Его тело раздулось и стало больше примерно в три раза. Он с трудом поднял руку, но тут же уронил её на пол. Он умер. — Ну? — протянула Мередит. — Семь минут. Она усмехнулась и снова поцеловала змейку, а затем понесла её в спальню. На прошлой неделе она получила террариум, заказанный специально для этого малыша. В нём уже была установлена лампа, а дно было засыпано землёй и украшено искусственными растениями, чтобы ему было где гулять. Несколько минут Мередит наблюдала, как новый жилец обследует свой дом, а потом вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Змеи не имели ничего против самой Мередит. Но вот к котам они явно не испытывали симпатии. Спринклс был единственным выжившим из четырёх. Мередит вернулась в гостиную, кожа старика местами лопнула, из трещин текла с укровица. Вокруг его тела образовалась приличная лужа. Вот ведь мерзость. Не снимая перчаток, она схватила его подмышки и выволокла за порог. Следующим она вынесла его баллон. С трудом, но ей удалось сунуть и тело, и баллон в багажник старого седана. Теперь нужно было прибрать беспорядок, устроенный старым засранцем. Закончив с уборкой, она села за руль и поехала в общественный парк. Мередит бросила машину на заброшенной площадке для кемпинга и напоследок внимательно всё осмотрела на предмет улик, указывающих на неё. «Тут же повсюду моя ДНК!» Но это не имело значения. Её данных всё равно не было в базах. Обыскивая машину, она наткнулась на альбом, припрятанный под пассажирским сидением. К его страницам были приклеены вырезки из газет. Первые датировались 80-ми годами. Она прочла заголовки. «Убийца-посыльщик наносит удар. Никаких улик! Посыльщик забрал ещё одну жизнь!» «Ссылка от переводчика. По идее, почтальон звучит лучше, чем посыльщик. Но он же не разносит посылки, а пиздит их. Посыльный тоже не то пальто. Коробочник? Упаковщик? Картонный убийца? Поэтому посыльщик!» Мередит пробежалась глазами по текстам. Теперь она знала достаточно, чтобы мозаика сложилась окончательно. «Убита девушка-подросток. Пропали посылки». Прочитав ещё несколько страниц с заметками об убийце и его жертвах, она закрыла альбом. Со времён Северной Каролины его подчерк немного изменился. Мередит и сама чуть не стала очередным заголовком. А её посылка, её сладенькая змейка, могла бы стать очередным сувениром. Её малыш мог умереть от голода среди кучи других украденных посылок. Мередит не испытывала ни малейших угрызений совести из-за того, что бросила старого урода гнить в багажнике. Она оставила альбом на видном месте, чтобы полицейские сразу его нашли. Вышла из машины и побрела домой. Ей не терпелось провести эту ночь с её малышами. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Екатерины Лилийской. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноимённого ютуб-канала. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»